Ну и сегодня продолжается задержание тех, кто участвовал в протестных акциях. Сегодня задержан футболист футболевого клуба Городея Ростислав Шавель. Он был задержан 1 ноября на Логойском тракте во время мирной акции протеста. И сейчас, предположительно, находится в изоляторе временного содержания знаменитого Наокрестина. Возможно, что ему грозит некий срок. Остановились ли белорусские протесты? Действительно ли может пройти ситуация по венесуэльскому сценарию, когда есть разные президенты по разным версиям. Страна продолжает каким-то образом существовать. И наряду с мирными протестами просто происходит управление страной при помощи указов и законов, которые принимает коронаванный парламент. У меня на связи Павел Латушка, член Президиума Координационного Совета Белорусской Оппозиции. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы не видим протестных акций в Беларуси. В общем, два дня мы уже их не видим. И в воскресенье, просто это был мой эфир, акции закончились довольно рано и без каких-либо последствий. Можно ли говорить все-таки о постепенном затухании протеста? Нет, нельзя говорить о затухании протеста. Во-первых, вчера был марш пенсионеров, к которому присоединился марш из студентов. Студенты очень активно поддерживают протестные акции в Беларуси. У меня вчера был зум практически со всеми лидерами студенческого движения в Беларуси. Все они настроены на продолжение акции протеста. Также был зум и с преподавателями. Сегодня у меня будет зум с руководителями рядов белорусских предприятий. Так что протестные акции не затухают. Конечно, они имеют волнообразный характер. Мы должны понимать, что в день, когда был объявлен народный ультиматум, это была одна из самых массовых акций в Беларуси. В прошлое воскресенье это была акция, связанная с памятью, жертвам Куропата, сталинских репрессий. До чего опустился режим, что фактически устроил сафари на машинах, на поле, которое находится в охранной зоне этого мемориала, где похоронены по разным оценкам сотни тысяч белорусов, представителей других народных национальностей. Конечно, там находятся и русские, и украинцы, и многие другие народы, представители других народов. И устроить сафари на машинах, охоту, стреляли по людям, догоняли их, избивали. Это просто ужасно. Я направил соответствующие письма всем министрам иностранных дел Европейского Союза просто с рассказом одного из очевидцев этого события. Сафари на людей в 21 веке. Но очень важно, что необходимо понимать. Вот эта акция, которая прошла в воскресенье, показала нам реально начавшийся раскол в силовом аппарате. По нашим сведениям, порядка 50% силового аппарата сотрудников милиции готовы принимать участие в подавлении акции. 50% уже к этому не готовы. Это выражается с тем, что 15-20% практически прячутся от акции, отсиживаются в машинах, находятся за машинами, то есть не готовы выходить на подавление. Еще 30% делают это итальянским способом, медленно. Вот только что мы видели, кстати, кадры, я вот невнимательно, может быть, смотрел, но я видел этот кадр, когда один из сотрудников не готов был поднять ружье в отношении манифестантов. К нему подбегает, предположительно, два офицера, пытаются вырвать это ружье, в итоге вырывают это ружье, и один из них выбегает и становится впереди шеренги. У нас есть пример, когда молодой человек поднял майку перед человеком, военнослужащим с ружьем, и мы знаем рассказ очевидцев, что этот военнослужащий просто умолял этого парня, пожалуйста, не делай этого, я не могу стрелять, я не могу. Мы сегодня констатируем, что пошло очень большое количество рапортов в вооруженных силах, в органах милиции, честных офицеров, которые не готовы исполнять преступные приказы. Я хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам-манифестантам. Действительно, как бы нам не было тяжело, как бы не видели мы, что режим подавляет, он и пошел именно тем способом возбуждения уголовных дел в отношении протестантов, потому что он видит, что раскол идет в рядах силовиков. Силовики уже не готовы так рьяно служить Лукашенко. Я думаю, еще месяц, максимум месяц, если не появится еще один триггер, и ситуация изменится. Просто произойдет явный раскол в органах милиции и правоохранных сил. Какая была судьба всей белорусской стачки? Что слышно, например, о Гродно-Азоте, который был таким флагманом этой стачки, где были задержания, где были, как я понимаю, попытки остановки производства, но потом выяснилось, что производство не остановилось, и там все по-прежнему. Что происходит именно с предприятиями, которые дают большие средства бюджету Беларуси? Ну, давайте будем откровенны. 17 тысяч задержанных, начиная с 9-го числа. Тысяча человек находятся под уголовным преследованием. Более 100 политических заключенных, убитые и раненые. Система подавления, увольнения. Власть идет на приглашение штрейбрейхеров. Но я хотел бы обратиться ко всем работающим, особенно к директорам предприятий. Вы понимаете, что сегодня происходит? Пример. Минский тракторный завод. Минский тракторный завод полностью убыточное предприятие. Оно банкрот. Для того, чтобы выплачивать заработную плату, руководство завода берет кредиты. И знаете, где оно берет кредиты? Кредиты берет в российских банках. Сегодня неликвидная задолженность, невозвращаемая задолженность Минского тракторного завода – это 500 миллионов долларов США. Долги остались. В Елабуге, например, на 80 миллионов долларов США. У двух литовских фирмов, фирм, я могу даже назвать, это Агродеталь и Джейрана, 7,5 миллионов долларов США. Невозвратные долги. Значит, предприятие, руководство берет в долг деньги, якобы под модернизацию, и выплачивает заработную плату рабочим. Завтра, послезавтра, через месяц-два эти предприятия станут российскими. То есть, и фактически эти директора, которые сегодня защищают Лукашенко, будут уволены. Потому что российским управленцам те директора, которые сегодня управляют предприятиями, не нужны. А рабочие будут служить, к сожалению, другому инвестору. Мы не против инвестиций. Это не определяется страной инвестирования. Но мы фактически потеряем, благодаря режиму, основные предприятия. То же самое происходит на БМЗ. То же самое происходит на Гумсельмаше. Задолженность перед нашими банками и попытки сейчас взять кредитные ресурсы придет к тому, что эти предприятия перейдут за долги банкам. А банки продадут с молотка. Это прогноз на самые ближайшие месяцы. Есть ли какие-либо планы у вас, у Координационного совета, по поводу переговоров, которые вроде то инициируют Лукашенко, то опять прекращают, я имею в виду, так называемые поправки в Конституцию. Мы видели очень странные картинки, когда на проходных заводах и учреждениях стояли некие ящики, куда каждый может бросить свои предложения в Конституцию. Я полагаю, что эти ящики примерно эквивалентны мусорной корзине, выставлены так, именно для того, чтобы эту картинку отснять и показать по государственным каналам. Но есть ли какой-то диалог, и как отзывается сейчас ваш Координационный совет на вот эти предложения к диалогу, к разговору о будущей Конституции, которая вроде бы должна уменьшить полномочия следующего президента? Да, это лживый диалог. Дело в том, что вот тот же Воскресенский, который проповедовал эту идею диалога, кстати, россияне должны знать, он был тем человеком, который писал обращение в адрес Лукашенко, чтобы убрали посла Бабича из Беларуси. Он очень неоднозначно, конечно, воспринимался в белорусском обществе, но очень интересную функцию сегодня Воскресенский выстраивает. Фактически, как бы он пытается навязать диалог, и это как бы подыгрывая интересам Российской Федерации. Наша позиция заключается в том, диалог вести в состоянии, когда в тюрьмах находится 100 человек, политических заключенных, когда тысяча граждан нашей страны находятся под уголовным преследованием за участие в мирных манифестациях, тысяча человек, когда делается сафари на людей в Куропатах, вместе расстрелянных, это невозможно. Я могу привести, фактически в стране военная диктатура. О каком диалоге конституционно можно идти? Управляет всем нелегитимный руководитель, он поддерживается силой военного аппарата, он назначает генералов в регионы, уже три генерала назначены. А до этого, кстати, мы все забыли, наверное, несколько лет тому назад каждый губернатор в Беларуси получил звание генерала, он стал генерал-губернатором. То есть все примеры отсутствия свободы слова, прав человека, это военная диктатура. Что дальше? Дальше это издержки. Издержки, которые прежде всего несет белорусское общество, ну и в том числе и наши международные партнеры. Ведь ситуации надо будет искать выход, сегодня или завтра надо будет. Соответственно, России надо будет платить по долгам Лукашенко и дальше его поддерживать. Заинтересована ли в этом Россия продолжать политику 26 лет? Это вопрос к российскому руководству. Но это не миллиарды, это десятки миллиардов долларов. Дальше европейцам, если они готовы будут помогать, тоже нерешение этой проблемы, это дополнительный инструмент поддержки для белорусской экономики. Так что все стороны, все партнеры заинтересованы в разрешении этой ситуации. И мне представляется, ну мы понимаем, что сегодня Лукашенко нелегитимный президент. Он нелегитимно себя провозгласил, он сфальсифицировал выборы. Но наступает пятое число, когда уже по всем возможным правилам и законодательству его последний день полномочий. Самым правильным вариантом было при участии посредников отставка Лукашенко после 5-го числа. Это новый ультиматум, то, что вы сейчас говорите? Нет, это не новый ультиматум, это я как бы высказываю предложение как руководитель антикризисного управления, народного антикризисного управления, как член президиума Координационного совета. Это позиция народного антикризисного управления. Я считаю абсолютно логичным, если мы говорим о правовых способах решения, каких самых способах решения вопроса. Лукашенко подает в отставку, назначается, исполняющий обязанности главы государства, парламент назначает выборы, выпускаются все политические заключенные и в Беларуси проходят демократические и свободные выборы. Это бы устроило и наших российских партнеров, это бы устроило и западных партнеров. А главное, я уверен, что этого и хочет белорусское общество. Новых демократических выборов, освобождение всех политических заключенных. Кстати, возвращаясь к ответственности силовиков. Они забыли о таком важном инструменте, через который они все проходят. Детектор лжи. Так вот, я им хочу сообщить. Все те, кто переживет Лукашенко, а переживете вы все, вы пройдете детектор лжи. И вот тогда будет вопрос, что с вами делать? Если вы считаете, что вам лица не открыли, а сейчас маски закрыты, то детектор лжи откроет ваши все маски. И вы будете привлечены к ответственности. Спасибо большое, Павел Латушко, членом президента Координационного совета Белорусской оппозиции, сделал букет предложений. В частности, к Лукашенко подать в отставку 5-го уже теперь, послезавтра, ноября. Поскольку 5-го ноября официально истекает срок и выполномочий по результатам предыдущих выборов. Продолжение следует...